Всем привет, на связи Богдан Донбраво, я живу в Словакии, и сегодня мы с вами поговорим про цены на машины в Словакии. Пройдусь с вами по автоплощадке, пройдемся по сайтам, и вы сможете понять, какие здесь реальные цены, за сколько продают люди свои машины, где стоит покупать, где не стоит покупать, и разберем с вами, конечно же, такой важный вопрос, касаемо переоформления и оформления на себя машины, если у вас статус временной защиты. Ставьте сейчас лайки, подписывайтесь на канал, потому что вижу, что подписок стало меньше, потому что перестал я говорить, что нужно подписываться на канал, так что не забывайте, подписывайтесь и ставьте лайки, это очень-очень важно. Итак, подхожу я к этой конторе, как вы видите, название, если что, это не реклама, ребята, я не рекламирую никакие компании, как отдельные, большие на своем канале, я именно рекламирую отдельных специалистов, отдельные небольшие компании, в основном наши украинские, в 99,9% случаев и на украинские. Суть этого видео показать вам просто цены, никого я не хочу обидеть, никого обозвать, никому портить никакую репутацию, потому что, если вы хотите узнать, на самом деле, как обстоят дела у этой фирмы, то вы просто зайдете в интернет и почитаете. Итак, зашел я сюда на проколочку, смотрим, машинка такая, 9000 евро, Kia Sportage, 11-го года, пробег у нее, кажется, 177 тысяч. То есть, вот такая вот машина, тоже популярный, как бы, вариант, конечно, славаки больше всего любят Skoda. Еще тоже, кстати, популярная вот такая вот машинка, это у нас Suzuki Vitara, тоже когда-то хотел такую купить, можно купить ее здесь за 13 тысяч, пробег у нее 160 тысяч, 16-го года машина. Ну, вот, например, Mazda, да, тоже вот такая машина является популярной. Ну, как я говорил, на первом месте, конечно же, Skoda, 15 штук она стоит, 118 тысяч пробег. Она 16-го года, Mazda CX-3, вот Nissan X-Train, да, вроде он так называется, тоже 16 тысяч, 114 тысяч пробег у этой машины. Вот, кстати, Hyundai, смотрите, Hyundai i35, 128 тысяч пробег, 10 тысяч евро. Вот такая вот машина, тоже, кстати, один из вариантов, который я рассматривал для себя, тоже прикольно. Вот Suzuki, ну, Suzuki мы уже смотрели, за пятнашку. Вот такой Mercedes, старенький Mercedes, стоит у нас 22 тысячи и получается 91 тысяча километров. Ну, понятно, то есть, сделайте выводы сами. Вот еще у нас одна Kia за 8500, за 8600, точнее, здесь у нас неизвестно сколько километров, закрыты там, но она 11-го года. Внешне машинка вроде как бы в порядке. Hyundai Taxon, популярная модель, и у нас она стоит 19 тысяч, можно сказать. Получается, здесь 114 тысяч пробег. Вот еще у нас одна Kia, и здесь у нас 15 тысяч, стоит она пробег 99 тысяч километров. И еще одна Kia, получается, у нее пробег 178 тысяч, стоит она 17 тысяч евро. Hyundai i35, кажется, если не ошибаюсь, да, я угадал, десятый год, 202 тысячи километров, 8300 стоит эта машина. Внешне выглядит она вот так вот, в принципе, все, все как должно быть. А по соседству у нас стоит вот такой вот Renault. Renault у нас стоит 7000, ну, понятно, это Renault. Здесь и мне понятно, полному чайнику машина в 77 тысяч километров стоит 7000. Ну, прикольный такой универсальчик, семейный такой. Большой, классный, колесики понатертые. Вообще красота. Вот из семейных тоже еще один универсал, Volkswagen. Стоит он у нас 8500, пробег здесь 145000. Если верите, что... Это, кстати, фирменная какая-то машина, видите, здесь отпечаток. Какой-то наклейки был. Кто-то в лизинге, наверное, юзал эту машину. Вот такой вот реношка. Подобную машину мне предлагали купить. У него там был прям очень маленький пробег. Короче, стоит она 4500. Пробег у нее 159 тысяч. Большой такой царапиной сбоку, но ничего, вроде все в порядке. Нашел я тут немножко Skoda. Вот такая вот красавица. 8300, пробег 192000. Skoda Octavia, 15-го года, дизель. Вот еще у нас Skoda. Сколовочка, 13000, 1,5 бензин, 202000 пробега. Бегая здесь по парковке, я заметил, что очень мало что-то я вижу здесь Honda. В основном, как бы Skoda, Kia, такие как бы машины всякие. Skoda, Kia, вот смотрите, 4500 пробег. У нас пробег, у нас 136000, десятого года машина. Итак, что у нас здесь Skoda? Супер, по 2010-го года, получается 9000 евро. У нее пробег 213000. Так, что это такое затворение? Тоже 14-го года Skoda, 10700, 145000 пробег. Так, вот такая вот немножко ржавая Skoda. Я не знаю, что нужно сделать, ударить, наверное, машину, чтобы она проржавела. То есть тут краска прям убита. Или ездить, наверное, по плохой дороге, где летят камни. Ну, в общем, вот эта машина стоит, ни хера себе, почти 300 тысяч пробег. 286 тысяч пробег стоит она 8000. Еще одна у нас Skoda, 15300, 211000 пробега. Вот такая вот машина, универсал. Еще у нас такой универсал. Кстати, на самом деле, вот такие новые Skoda, универсалы, мне довольно-таки нравятся. Вот 12000, ну, 11600, назовем это так, 197 тысяч километров. Вот такая вот машинка. Старенькая Kia универсал. Получается 4500, 210 километров, 8-го года машина. Как мой Hyundai. Вот такой старенький, но тоже интересный экземпляр. Говорят, что такие машины очень живучие. Еще один таксончик я здесь нашел. Стоит он 18500, 116 тысяч, хотел сказать, просмотров, пробега. Здесь Volkswagen Passat, 21-й год, 16300, 181000. Кстати, прикольная тачка, очень интересная, особенно для семейных. Вот такой вот мне нравится, тоже в чем-то таком я мечтаю. Volkswagen, транспортер, 13-го года. А, это не Multivan, это транспортер, но все равно. В общем, 19000, 62000 километров. Это вообще мало, слушайте, это вообще новая машина, что ли, получается. На ней почти не ездили. Прикольно. А вот еще Hyundai. Такое, кстати, когда я приехал с Турции, то когда я увидел в аэропорту свои тормоза, то выглядели, они примерно вот так вот проживели за 10 дней моего отдыха. И вот этот вот Hyundai, 2012-го года, 257 тысяч по километрам, 8300. Но на этой машине ездили, на ней ездили прям. Очень много. Это прям чувствуется. Это вообще, можно сказать, новая по километрам. А это такая, потрепанная жизнью. Сейчас я попадаю в зону автодисконт. То есть дешевые машины находятся здесь. Посмотрим, что там есть дешевого. Из супер дешевого здесь нашел Peugeot. Peugeot 206, 2008-го года. 800 евро машина. То есть такие дела. То есть 205 тысяч получается километров. Получается платеж в месяц 7 евро, может быть. Ну, прикольно, прикольно. Интересно. Стоит оно дешевле у моего Hyundai. А вот, кстати, такой похожий Hyundai, как у меня. Только у меня немножко другой. У меня круглый стоит 1200, пробег 139. Слушай, это что, тачка лучше моей, что ли? Она что, живее? А, правда, она 5-го года. У меня машина 8-го года, а это 5-го. Но прям интересно посмотреть, что же оно из себя представляет. Салон как хороший такой. Hyundai прям вообще неубиваемая машина. Вот. В общем, как вы понимаете, можно и за такие деньги купить что-то. Citroёn, ёлочка. Машина ёлочка 9-го года. 280 тысяч километров за 6, за 5 600. Красота. Тоже, кстати, апеллёчек. Если кого-то интересует, пожалуйста, 2800, 211 тысяч километров. Это вот тоже из дешёвых. Я не понимаю, почему вот найти супер старые машины такие цены. Реально не понимаю. 297. Ну, наверное, из-за пробега только. Вот только из-за пробега это ещё окей. Но видно, что это такая ультра дешёвая машина. А здесь это такие. Ценник снят. Видимо, кто-то её купил. Видимо, всё. Она уже продана. Там, если что, я не буду показывать камеры. Там ходят одни товарищи. Не будем заниматься расизмом, но они здесь выбирают себе машину. В общем, так что старые машины заканчивают свою жизнь здесь. Потом попадают в одни руки. Золотые руки. И всё. И потом просто снявают на дороге во время езды. Вот. А здесь у нас потрёпанный жизнью Volkswagen с колёсами от Audi. И стоит он вообще всего лишь 3700. Сколько тысяч километров я не вижу, что здесь было написано. Вот. А, написано, что оно уже приобрели. Ещё не успели почистить, подшаманить. Чтобы поставить цену немножко повыше. В общем, ну, такие вот дела. Колёсики только натерли. А так говорят, что, извините, мы ещё не успели сделать подготовку предпродажную. Так что вы можете столкнуться с реальностью, которая есть на самом деле. Хиндайчик. Хиндайчик, кажется, i20. Я в них немножко разбираюсь. Нет. i30. Десятого года. Две восемьсот. 182 тысячи пробега. Вот такая вот машина. Кто хочет, напишите в комментариях. Богдан, я хочу эту машину. Не можете сюда прийти и здесь оставить свои деньги. Если хотите. Или можете просто мне отправить. Я их потрачу на нужное дело. Четвёртого года. Citroёn 1800. 342 тысячи пробег. Смотрите, это прям круто. Это прям мощно. Почему сюда попала эта машина? Но стоит она 11 тысячи. Пробег у неё 91. Не понимаю, почему она попала сюда среди самых ультра дешёвых автомобилей. Но она здесь стоит. Вот, кстати, Sub. Это, кажется, Швеция делает эти машины. Sub. Я помню, когда в 2007 году увидел эту машину, то я такой, вау. Типа, вот это круто. Эта машина первого года. Стоит она 800 евро. И у неё автомат. Кожа носа у. На самом деле, машинка классная, как мне кажется. Но жизнь её потрепала. И от неё, наверное, уже ничего не осталось. Но машинка, на самом деле, классная. Ну, вот есть и новая, конечно. Здесь у нас Шкода Фабия за 3500. 291 километр. Зелёная Шкода. Кто хочет, вот столько вот стоит. Хонда. Ого! Хонду я нашёл, прикиньте. Хонда Джаз. 2010 года. 3000 евро, 142 тысячи километров. Не бита, не крашена. Конечно, она не крашена, потому что здесь она не покрашена. Здесь никто её не красил. Вот только, ладно, тут вру, белой краской покрасили. И BMW. BMW за 9700 с пробегом 367 тысяч километров. 2013 года машина. Купе. То есть, вы понимаете, что с этой машиной делали. Тем более, здесь такие диски ББС. Зимняя резина стоит. 21 года выпуска причём. То есть, не такая уж и старая. Блин, можно мне резину? Можно вот я резину у нас такую, диски на свой Hyundai поставлю. Всё остальное заберите себе. Вот такая вот, короче. Короче, тачка. Крутая. Изнасилованная жизнью. В общем, за 10 штук почти можно её взять. Toyota. Toyota. Это корова 15500, 20 тысяч, 29 тысяч километров всего лишь. В общем, 21 года, можно сказать, почти новая машина. Вот такая вот она красивая. Мне нравится. Я бы такую бы взял. Я люблю Toyota. Очень интересный экземпляр. Интересно бы её проверить и узнать, что она из себя представляет на самом деле. Если вы хотите купить машину в Словакии и не хотите нарваться на какой-то автохлам или на каких-то мошенников, то обращайтесь к моему прекрасному знакомому, которого зовут Антон. Он занимается профессиональным автоподбором и диагностикой автомобилей в Словакии. Работает по всей стране, поэтому если вы хотите купить машину, вам понравился какой-то вариант, вы хотите её проверить или вы хотите просто какую-то машину, но не хотите бегать, подбирать, искать, договариваться и так далее, это всё за вас может сделать Антон. Контакты на него будут в описании. Там будет форма, заполняйте её и в течение 24 часов он с вами свяжется и поможет вам купить автомобиль вашей мечты. Как я говорил ранее в своих видео, есть такой сайт автобазар СК и автобазар ЕУ. Также есть ещё такой сайт Базаш. Но зайдём сейчас на автобазар, посмотрим сколько стоит Хонды. Как вы помните, на парковке я заметил их немного, поэтому посмотрим здесь какие цены. Итак, Хонда ЦРВ, 2 литра, 2020 года машина, 69 тысяч пробег, цена 26500 автомат. Итак, Хонда Цивик такая старенькая, седьмого года, 200 тысяч километров, 3,5 тысячи. Хонда ЦРВ, тоже такая популярная модель в Украине. Здесь она стоит Словакии 15700, пробег 119 тысяч. Идём дальше, смотрим. Так, Хонда Цивик 1.3, с семнадцатого года 84 тысячи, продают за 10 тысяч евро. Что у нас ещё здесь? Ну вот тоже старенькая Хонда восьмого года, 1.4 двигатель. Стоит 5200, восьмого года пробег 138 тысяч километров. Так, тоже снова у нас Хонда ЦРВ, 23-й год, 35 тысяч, пробег всего 6200, тоже автомат. Хонда Аккорд у нас стоит 7500, но пробег 362 тысячи километров. Девятый год, дизель. Тоже из старого, Хонда Аккорд, 2.4 двигатель. У неё получается пятый год, 211 тысяч километров, 4.200. Вольсваген и Вольсваген Туран, не знаю, как он правильно читается, но, в общем, как вы видите, 16-го года машина, 112 тысяч километров, 13500 стоит. Вольсваген Тигуан, дизель 2020 года, 57 тысяч километров, 32 тысячи девятьсот. Вольсваген Гольф 2019 года, 100 тысяч километров пробег, 21 тысяча. Итак, едем дальше. Вольсваген Т-Рок 2020 года, 137 тысяч, 23 тысячи евро. Вольсваген Фасад, 27 тысяч, 2020 года тоже 55. Давайте посмотрим что-нибудь постарше. Постарше это у нас Вольсваген Гольф, как я понимаю, это комби, то есть универсал. Дизель 2017 года, 144 тысячи, 11 тысяч евро. В Словакии еще продаются Лады, я не знаю, правда, кто покупает эти ведра на колесах, но вот смотрите, Лада Гранда, седан за 1500 евро. 2017 года, 168 тысяч, хотя какая-то очень странная цена, может быть, с машиной что-то не то. Но обратите внимание, что, например, Нива третьего года полторушку стоит, Лада Самара 3500, то есть это девятка, как я понимаю. Нива 3,5, Лада пятерка 3,5. То есть если у вас есть такое ведро, можете его сюда привезти, растаможить и, собственно, продать за такие деньги. Но вот чтобы вы понимали, такие машины кто-то покупает, кто-то на них ездит. Я не знаю, зачем лучше купить Шкоду, лучше реально купить старую Шкоду или даже какую-то старую Реношку, чем ездить на такой Ладе. Вот объясните мне, пожалуйста, в комментариях логику этих людей, кто покупает вот такие вот чудо-автомобили, если можно, конечно, так их назвать. Даже если мы возьмем во внимание Ладу, Весту, ГАЗ, 19-го года, 51 тысяча километров за 10 тысяч, но реально, мое личное мнение, лучше эти деньги проесть, чем просто потратить их на такую машину. Давайте вернемся к Тойотам. Вот, например, Тойота РАВ4, 15-й год, 157 тысяч пробег, стоит на 14 тысяч. Дальше у нас такая старенькая Товета Тойота Аурис, 1.6 двигатель, бензин, 10-го года, 273 тысячи 3 900. Тойота РАВ4 гибрид, 21-й год, 78 тысяч 32 900. Тойота Ярис, такая маленькая машинка, новая, 24-го года, 3200 пробег, 22 тысячи евро. Тойота РАВ4, 2.5 гибрид, 21-й год, 137 тысяч пробег, 24, ну, 25 тысяч евро. И Тойота Карлова, тоже 22-го года, но это новая машина, 25 тысяч. Давайте посмотрим что-нибудь постарше. Тойота Авенсис, комби, дизель, 11-й год, 249 тысяч, 3 790. Тойота РАВ4, 4-го года, тоже такая старенькая, стоит почти 5000 евро. Тойота Аурис, бензин, 18-й год, 72 тысячи, 14,5 тысячи евро. Если вы хотите купить и оформить автомобиль из Словакии на себя, то вам нужен ВНЖ. У вас может быть ВНЖ по учебе, по работе или по бизнесу, в принципе, не важно. Главное, чтобы у вас был ВНЖ или ПМЖ. Обычно на обычную защиту или на просто паспорт оформить автомобиль у вас не получится. То есть должен быть документ, вид на жительство. Если у вас такого документа нет и возможности его сделать тоже нету, то найдите себе просто хорошего знакомого или друга, у которого есть такой документ, и оформите автомобиль на него, а вы будете на нем ездить. Такую процедуру практикуют многие украинцы, то есть оформляют на своего друга, сами на машине ездят, то есть берут на себя все расходы, а просто на другие она чисто формально оформлена. У меня на канале есть подробное видео о том, как правильно купить автомобиль, как его оформить, поэтому обязательно его посмотрите. Также хочу вам напомнить о том, что есть мой коллега, мой хороший знакомый Антон, который занимается автоподбором, поэтому ссылочка на него будет в описании. Обращайтесь к нему, он проведет вам диагностику автомобиля или поможет вам подобрать автомобиль вашей мечты. Так что все ссылки, все контакты в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Благодарю вас за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok